друзья всем еще раз привет сейчас я должен поехать своему товарищу своему товарищу в автосервис мне нужно отдать ему шестое кресло от автомобиля то есть кресло в автомобиле хаммере лежит лежит вот они друзья мои едут значит шестое кресло в хаммере обычно стоит прямо в багажнике и для того чтобы перевозить вещи перевозить еще что-то продукты я это кресло убрал но на следующей неделе слава богам все свершилось мы записались на техническое обслуживание на контроль и это кресло должно по закону стоять внутри поэтому я сейчас поеду на маленькой машинке своему товарищу поставлю камеру на стекло и мы будем ехать через маленькие городки через села деревеньки хочу вам показать ту красоту которая сейчас нам предстоит увидеть заснеженном таком облике так что садимся в машина и погнали сначала давайте покажу вам само кресло вот его положил уже назад эти одно кресло от хаммера занимает почти пол машины рено но все садимся в машину настраиваем камеру а то телефон уже весь в воде все отлично камеру настроил пристегиваемся я обязательно швейцарии всегда пристегиваюсь потому что если не пристегнуться и увидит полиция будет очень большой штраф все перевожу ваш взгляд и поехали наслаждаться видами все сейчас главное нам выехать аккуратненько из этого заснеженного плена сзади никого вроде все друзья надеюсь вам хорошо видно и слышно вот такой транспортный коллаб у нас сегодня произошел сейчас будем ехать аккуратненько сильно буду не гнать чтобы и видно хорошо было и ничего не мешалось но вот видите у нас снег уже переходит постепенно в дождь превращается и принципе пока так видите мне вот и свой ой 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 как меня заносит и видите как опасно здесь я очень не люблю швейцарии почему-то не продумано это причем не только у нас городе во многих городах нету дорожки для людей то есть вот она идет дорога вот они парковочные места грубо говоря до слева но где людям ходить и вот ты постоянно идешь с ребенком и те страшно потому что нету нормальной дорожки для людей сейчас пропускаем здесь уже в принципе дорога хорошая так что сейчас будем ехать аккуратненько и спокойно здесь уже дорога более-менее размокла это хорошо так начинается сильный дождь придется по усерднее поработать дворниками так мы сейчас должны перестроиться вот сюда и я вас обещал провести через маленькие дорожки через маленькие деревеньки посмотрим какая ситуация там надеюсь на протяжении всего пути все будет хорошо надеюсь дождик нам сильно будет не помехой как раз можете пока посмотреть на здание которые тут стоят на дома посмотреть какого плана ездят машины всегда у многих людей швейцария ориентируется с чем с ferrari lamborghini и так далее опять меня конечно конкретно заносит на таких вещах у нас стоит сейчас зимняя резина на маленькой машинке но надо ее тоже сейчас поменять потому что она уже не очень хорошая я прям реально сейчас иногда чувствую что она может так себя не очень хорошего качества вот люди до сих пор идите на великах пытаются ездить но велики сейчас конечно очень сложно ой конкретно прям разносит меня буду ехать аккуратно я еду сейчас вообще 30 километров в час стараюсь жалко конечно что пошел дождь но надеюсь вам все равно все хорошо будет видно это вот стандартные дома где живут люди слева проезжаем футбольное поле здесь тренируется футбольный клуб бильбен в принципе они по швейцарии неплохие рейтинги занимают на европейские соревнования к сожалению еще не выходили и здесь такая некая промзона те какие-то здания большие я стараюсь не так часто включать дворники чтобы вам сильно это не мельтешило но тем не менее я всегда еще знаете чему удивлялся что например в россии тоже выход выпадает снег и меня всегда очень сильно удивляла а почему в швейцарии тоже есть снег но не так грязно на дорогах но все таки я наверное был не прав вот вы сейчас видите даже такой желто-черный снег это потому что тоже посыпались и песком и химией солью специальной и дело в том что снега то тут на самом деле не бывало никогда это вот первые первый год за семь лет я вижу так много снега вот он гараж слева мы его проезжаем это человек который мне изначально чинил машину вот слева наблюдаете это здание такого оранжевая вот это его машины которые стоят все заснеженные которые он чинит это тот человечек который мне пытался сделать мой хаммер h2 h2 но только хотел меня оказывается развести на деньги ничего он так в итоге и не сделал так что я очень рад что я съездил в чехию что я его там практически за несколько дней починил настоящего профессионала это очень и очень классно сейчас видите такие есть небольшие заторы тут в швейцарии не так много светофоров но практически везде есть круговое движение и вот сейчас мы едем по впереди кольцо и когда кольцо обычно со всех сторон получается такой небольшой заторчик но в швейцарии считается что наоборот это лучше якобы наоборот это гораздо быстрее сокращает проезд нежели светофор вот стоят люди на на остановках мерзнут у меня сейчас показана у меня сейчас показан 1 градус на телефоне но и согласитесь друзья вот когда вот сейчас вот едешь да вот заснеженная погода деревья без листвы дома сероваты даже очень сильно похож этот город но не знал я к бабушке в ржев ездил от отверская область да но местами даже на ржев чем-то похож только автобусы красивые новые ходят а так вот зимой то в принципе не сказать что чем-то отличается от россии вот но сейчас мы выедем в красивое место в деревеньку который будем проезжать мимо сейчас надо будет людей пропустить на кольце не поехать дальше сейчас радует одно что не так сильно что не так сильно гальмует машина потому что до этого когда утром ребенка отвозил в садик очень сильно все гальмовала потому что снег был повсюду сейчас видите он хотя бы за того что машины ездят он растаял до дворника конечно отвлекают сожалению но я вот видите выходил не было дождя сейчас дождь пошел и в принципе обычно бывает так что вот всю ночь идет снег вот она снегу оборочная машина идет надо чуть-чуть пропустить ночью идет снег с утра он обычно переходит превращается в дождь и соответственно снег это тоже потру тает вот сегодня снега прям выпало очень много до дорога конечно не такая свободная как я думал но сейчас мы скоро тоже выезжаем из города и едем по деревне сейчас подождите несколько секунд буквально вот километр остался я вам сейчас покажу где находится гаи куда мне предстоит поехать следующий на следующей неделе во вторник и в этом гаи как раз таки я буду ставить машину на учет для прохождения то у меня сейчас все сделано мне поменяли двигатель мне поменяли аирбэк мне поменяли убрали ошибку пневмобаллонов которая высвечивалась постоянно и сейчас тут единственное что нужно это поставить шестое кресло задние на камер и вот слева вот это гаи коричневое здание сейчас видите из-за того что снег лед чуть-чуть на дорогах то здесь наверное но мне вот не нравится что есть либо быстрый такой как сказать вот называется быстро работа дворников да или есть вот такая медленная но если медленная вот смотрите сколько секунд надо ждать и уже капли очень быстро нападают поэтому лучше наверно все таки будем вот так работать чтобы нам не мешала наши поездки ну и вот мы в принципе сейчас заезжаем в деревню то есть по сути это наш же районный центр но уже другой город вы маленький городок можно сказать но очень интенсивно идет дождь вот посмотри какие здесь дома и мне вот здесь тоже непонятно но как вот людям добираться то есть здесь людям можно добираться к своим домам только на машине пешком ты например не можешь пройти до если на велике ехать то нужно опять же ехать по дороге если ты едешь по дороге то получается ты мешаешь проезжую транспорта то есть вот едет например один велосипедист перед тобой и сзади будет куча народу на машинах потому что здесь можно ехать 50 метров в час а велосипедист едет там 20 например 30 и он уже не дает возможности машинам ехать удобно да все таки конкретно заносит машину сейчас утащить еще раз я ощутил этот момент что для меня заносит я еще до заказал зимние шины то есть будем на маленькой машинке тоже зимней шины менять но не тоже а только на ней потому что на хаммере стоит всесезонная резина еще очень хороший протектор и там нету надобности менять резину вот так вот выглядит деревня сейчас мы будем проезжать местность где очень много ферм различных сейчас конечно очень нужно аккуратно ездить потому что пешеходы здесь они как в россии они просто вот выходят на дорогу и пошли даже бывает не смотрит по сторонам вы что они считают что они как бы знают что по правилам и должны и так и так пропускать но это иногда бывает ошибочно потому что ты можешь просто не заметить за не заметить черного человека если едешь например из сумерки и идет черный человек который еще одет в черное то к сожалению даже невозможно его заметить так этому куда здесь нет извините не сюда мы заехали ладно придется развернуться наверное объехать тут все перекопано поэтому я не знаю куда я сейчас заехал но это я заехал какому-то частному дому все конечно запотевает так ладно разворачиваемся я заехал не туда быстренько проскакиваем да не туда завернул чуть но потому что сейчас все снегу и я запутался здесь сейчас делают ремонт то ли дороги то ли что-то строят поэтому я не понимаю где мой съезд но этот город он такой довольно таки как сказать не то что длинный да вот сейчас видите светофор специальный стоит из-за того что идет ремонт дороги стоит светофор на котором мы должны пропустить встречные машины вот автобусы насаются я до сих пор не знаю почему здесь такие узенькие дороги такие маленькие такая маленькие городки и маленькие расстояния но здесь практически все автобусы вот такие гармошки сдвоенные большие иногда ты в автобус заходишь там едет пять человек но зато гармошка таких автобусов как микро микроавтобусы маршрутки или пазики вообще не встретишь в основном от всей троллейбусы автобусы они такие длинные сдвоенные да то есть автобусы к нему припаян еще гармошка как в россии называется все вот сейчас загорелся светофор и мы должны быстренько сейчас успеть проскочить а ему на наш поворотик да куда нам нужно заехать вот указано местность называется брюк эти оранжевым это все временные такие теперь раскопки поэтому я тут еще но прошлый раз когда я пару дней назад ездил тут все было уже по-другому так и нам нужно вот сюда это вот уже конкретная деревня которая состоит из ферм детки со школы идут здесь скорость 40 километров в час но я все равно еду сейчас 36 чтобы вы могли еще понаблюдать за красотой вот частные дома раньше это все были какие-нибудь фермы ну или возможно они сейчас даже действующие фермы вот видите здесь уже побольше территория здесь уже побольше свободных мест так сказать для жизни больше раздолья но такие можно сказать хутора эти все фермы 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 кто-то покупает старую ферму вот такую например как слева да вот где желтая машина стоит и слева это старая ферма могут например на первом этаже сделать какой-нибудь автомастерскую на втором этаже сделать дом то есть сделать возможность жить я там вот здесь обычно на вот этих вот местах возле фермы пасутся лошади коровы козы когда ты идет элеватор где зерно хранится один раз один мужчина вот таком элеваторе решил сделать дискотеку то есть там принципе она высокая получается но не очень большая внутри но тем не менее можно было бы сделать даже такое интересное как дискотечное место но ему власти не разрешили потому что побоялись что соседи будут против и он в таком месте сделать это не может но здесь прям не везет хорошая дорога хотя бы дождем уже смыла снег что ведь она узкая если бы шелся встречный транспорт было бы очень сложно разъехаться так что давайте друзья запомним это видео сейчас конечно не так красиво как хотелось бы да но летом здесь очень красиво ехать когда все это заливные луга когда вокруг пасутся коровы на всем этом месте гораздо красивее конечно но еще видите дождь мешается вот такая вот у нас погодка друзья едем уже 17 минут я в принципе в нормальную погоду до сервиса за и доезжаешь за 57 минут ну и когда не снимаешь когда просто едешь гонишь так сказать на всех парах здесь можно тоже опять ехать 40 заезжаем следующую деревню на следующая деревня но как видите уже все почистили дороги довольно чистенько главное что дорога чистая здесь едем аккуратненько и вот уже заметьте да вот нету совершенно место для хождения по улице то есть я иногда задумался дома вот едешь по городу но нету людей нету людей вот это все постоянно пустынь пусто 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 думаю неужели люди все в интернете сидят или в домах дома сидит нет просто видите что негде ходить она вот здесь видите расчистили такую небольшую дорожку для пешеходов значит здесь дорожка все-таки есть на так я говорю что особо то и народа нету так вот еще люди чистят снежочек вот а раньше в самом самом начале когда только мы приехали швейцарию мы жили вот недалеко от этого места так сейчас трактор проедет здесь специализированных машин как москве нету здесь все чистят тракторами и либо тракторами либо автомобилями вот большими додж рам например или какой-то внедорожник нему прям приделывается как это правильно называется к нему приделывается ковши тогда расчистительный вот этот ковш уже расчищает полностью дорогу автомобиль вот она еще одна деревенька по нифига себе как снег конечно еще раз говорю после россии для меня такая зима это вообще не зима то есть мы в россии по 6 по 7 месяцев до такую зиму знаем но здесь люди сейчас конечно полном коллапсе для них это страх для них это боль для них это огромный стресс они многие не знают что делать многих до сих пор не поменяны их колеса хотя по закону они обязаны поменять но это именно я говорю городские жители так-то с жителей которые с верху с гор горной местности они конечно же знают что такое снег вот какая-то интересная тарантайка едет что это такое вообще так и нам поворачивать здесь мы приехали вот хомяк стоит слева весь заснеженный все мы друзья подъехали погальмуем чуть-чуть сейчас закинем на хомяка шестое кресло ну что друзья вот такая вот интересная экскурсия надеюсь вам понравилось как мы доехали до примерно 20 минут на были в пути так что сейчас зайду отнесу кресло своему товарищу и левую если еще нету то подожду его пока смонтирую данный ролик всем всем хорошего дня хорошего настроения всех благ и еще хаммер подучись почище все всем пока и извините что с погода не повезло но хотя бы вам показал зимняя местность потом покажу летнюю всем пока и на связи